Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. За день до Трампа Эммануэль Макрон провел переговоры с Путиным накануне его встречи с американским президентом. Скажется ли это на украинском вопросе? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передовой боевики сегодня пять раз нарушали перемирие. Тяжелых орудий они не использовали. Били в основном из гранатометов и пулеметов. Горячие точки это Крымская, Новолуганская, Светлодарск и Пески. Под обстрелы попадают мирные жители. Как это собирать урожай под пулями, они рассказали Игорю Левенку. Поселок Водяное под Мариуполем. До войны каждое лето здесь находилось до полутора тысяч дачников. Теперь почти везде сплошные разрушения. Это красная зона боевых действий. Но несколько мирных жителей здесь все-таки остались. Это Геннадий Родионов. Ему 70. Военный пенсионер. Собирает на огороде первые помидоры. Пока не стреляют. Как вы тут вообще? Ну как, держимся оборону. Но тишина здесь обманчива, уверяет Геннадий Прокопьевич. Месяц назад вот так собирал ягоды на огороде и получил два осколка в спину. Это с БМП-2 осколочными. Разорвалось и мне как по пояснице, как будто доской это самое. Врезали. Достали осколки? Нет. Вопрос о перемирии пенсионер даже не обсуждает. Дескать, говорить не о чем. Его здесь нет. И ночью, и утром в 6 где-то, ну пол седьмого по-моему прекратилось только. Слова местных жителей подтверждают и морские пехотинцы, которые удерживают этот участок фронта. В поселке Водяном позиций военных нет. Но противник продолжает забрасывать его смертоносным железом. Ну ладно, мы военные, нам не привыкать там, знаете, к чему-то особенному, так скажем. Даже жалко тех людей, которые, возможно, не участвуют ни в какой политике, ни в какой войне. В населенные пункты ближайшие к, так сказать, зоне проведения операции объединенных сил прилетает достаточно много. Я думаю, вы проезжали, видели там. А Геннадий Родионов показывает результаты так называемого перемирия. Хвостовик второй мина торчит до сих пор. Но я уже был в гараже. А вот жена Геннадия Прокопьевича, Наталья, лишь чудом не погибла. Первая мина пробила стену летней кухни. Женщина была в трех метрах от эпицентра взрыва. Можно было выйти в другую дверь. Ну и пошла там, смотрю, там стены уже нет, под ногами камни. И вот знаете, еще такое состояние видно, вот от этого взрыва все это. Я иду еще разговариваю. Это вообще... Гена кричит мне, скорее иди ко мне, Генн. А что здесь творится у нас с тобой? Ну, во сне еще такая вот. Ну, страшно, конечно, очень страшно. На Шамарпехе на очередное перемирие не уповают. Живут по принципу «хочешь мира, готовься к войне». Поэтому укрепляются и на спокойную ночь не надеются. Чекаю, что закинчится чемпионат, и все может распочататься. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал «Интер». Очередная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова прошла в Киеве. Активисты требовали освободить незаконно осужденных политических узников. Баннер с их фамилиями они разместили на Майдане незалежности. Активисты обратились к мировым лидерам с помощью перформанса о тюремном заключении Сенцова. Такая акция прошла еще в 30 странах. Есть несколько приводов, чему именно все дни происходит акция. Это, конечно, день рождения Олега Сенцова. И это, конечно, самое главное, завтрашняя встреча Дональда Трампа и Володимира Путина. Нашу акцию будет танцевать на больших экранах в Хельсинки, безусловно там, где будет встреча, и завтра также будет акция в Хельсинки. Важно всегда держать определенные темы на слуху, чтобы они были на плаву. И если мы постоянно будем говорить про политвязнение Кремля, если мы будем называть их имя, если мы будем выходить на акции, то это, конечно, даст свои результаты. Украина отмечает День миротворца. Начиная с 92-го года, украинцы приняли участие почти в 30 международных операциях по поддержанию мира. Теперь мы ждем миссию ООН на своей территории. Любовь Кукла пообщалась с миротворцем, который прошел две войны. Снится. Раньше снилось часто, последние года три реже. Это Андрей Качуков. История его голубой каски началась в 96-м году в Сомали. Туда он уехал с миротворческой миссией. Мы обеспечивали конвои, которые шли с продовольствием, с гуманитарной помощью. Мы обеспечивали организацию и затем поддержку лагерей беженцев, вывод мирного населения в случае обострения конфликта. Конфликт в Сомали так и остался замороженным, и миссию решили свернуть. Тем не менее, история продолжилась уже в Югославии. Очень яркий такой был момент, когда, представьте себе улица, которая с одной стороны, там находятся две противоборствующие стороны, и там, и там сидят снайперы. И посередине улицы, вот как по разделительной полосе, дети идут в школу. Шаг вправо, шаг влево, стреляет любая из этих сторон. Напоминает Донбасс, не так ли? Я был совсем молодой еще. Я бы сейчас, если бы мне сказали сейчас, я бы, наверное, не согласился. То есть, это совсем не та романтика, которую... А тогда это же, но это же интересно. Это риск, согласен. Это риск, это адреналин. Кроме этого, еще есть определенный там раж, вы понимаете? То есть, вы находитесь в зоне каких-то активных действий. Зон подобных активных действий немало по всему миру. За 26 лет 44 тысячи украинцев приняли участие в операциях в Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Словонии, Анголе, Македонии, миссию БСЕ в Гватемале, Таджикистане, Афганистане, полуострове Сиро-Леоне, миссию БСЕ в Грузии. И это далеко не весь список стран. Миротворческая деятельность или участие в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций для любой страны это огромный престиж, политический престиж. И экономическая выгода, потому что все оплачивается из бюджета ООН. И государство на этом может даже еще заработать. Но теперь настал наш черед принимать миротворцев ООН. Из-за войны на Донбассе они нам попросту необходимы, считают эксперты. Если только станет вопрос о выделении нам миротворческой миссии по мандату ООН, то, поверьте, будет очередь из желающих стоять. И мы сможем отобрать тех, кого мы хотели бы видеть в составе этой миссии на нашей территории. Но не все так просто, как хотелось бы. Миротворцы ООН появятся в Украине только тогда, когда мы и весь мир признаем, что на востоке Украины не просто агрессия, а полноценная война. Любовь Кукла и Сергей Еременко. Подробности. Телеканал Интер. Петр Порошенко почтил память погибших на Донбассе и память героев Небесной Сотни. Во время своей рабочей поездки в Тернопольскую область глава государства встретился с семьями погибших украинских бойцов и принял участие во всеукраинском паломничестве, приуроченном к 1030-летию Киевской Руси. Хочу поддякувать и украинских войсковых, и войсковых капеланів, и матерів и дружин загибших, яких сьогодні с нами спільно молилися. Хочу поддерживать людей, которые остались на оккупованных территориях, переселенців. На передовий, поруч с войсками, еще раз наголошую, стоять священники-капелланы, які надають нашим героїчним воїнам духовну підтримку, які моляться за нашу перемогу і мир на рідній землі. Накануне хельсинської встречи Трампа і Путина с российским президентом встретился глава Франції Мануэль Макрон. О чому вони говорили, узнаем от Елены Абрамович. Выход французов в финал чемпионата мира по футболу дал неожиданный повод президенту Мануэлю Макрону встретиться з Владимиром Путиным і відстоять европейську позицію в преддверній завтрашній встречі российського президента з американським. Главні теми разговора – Сирія з Іраном і Україна. Президент Петр Порошенко теж замолвив словечко во время самміта НАТО. Президент Макрон наголосив, що, напевно, буде зустріч в неділю з Путиним і питання заручників буде піднято. І сподіваюся, воно буде піднято і в понеділок в Хельсинки. І на кожній зустрічі, включаючи зустріч з Ердоганом, питання заручників стояло серед приоритетів. Заявлений Макрон з Путиним после встречи не делали. На видео, розосланом для СМИ, лишь обмен любезностями. Рабочий разговор без деталей отчитались пресс-служби. Российському президенту этот футбольний чемпионат позволил провести целый ряд двусторонних встреч с президентом Венгрии, израильським премьером, делегациям із Палістина і Ірана. Рані американські СМИ писали, що Путін з Трампом можуть договоритися о выводі іранських военних із Сирії. Впрочем, після самміта НАТО американський президент уже не так оптимистично смотрит на предстоящий разговор. Проводить встречи с Россией, Китаем, Северной Кореєю, думаю, це дуже добре. Не вижу нічого плохого, к чому це могло би привести. Може, навіть буде позитивний результат. Але у мене немає больших ожидання. ДАЖЕ ЕСЛИ ЕТА ВСТРЕЧА ЗАКОНЧИТСЯ БЕЗ ОБЩИХ ЗАЯВЛЕНИЙ І НОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ВСЄ РОССИЯ БОЛЬШЕ ШАНСОВ, ЧЕМ У СССА ПРЕДСТАВИТЬ ЙО КАК УСПЕХ, ПИШЮТ ЗАПАДНЫЕ СМИ. ХОТЯ БЫ ПОТОМУ ЧТО МОСКВА ВЫГЛЯДИТ НЕ ТАКОЙ УЖ ИЗОЛИРОВАННОЙ. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. В подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Казусы немецкой юстиции. Вчера из Германии депортировали бывшего охранника Усама Бен Ладена. А через несколько часов после высылки один из судов страны постановил немедленно вернуть его обратно за счет государства. Как такое могло произойти, узнаем от Татьяны Лагуновой. Выслать САМИА немцы пытались более 10 лет с того самого момента, как журналисты раскопали. Бывший охранник Бен Ладена, который проходил подготовку в террористических лагерях в Афганистане. И по мнению немецких спецслужб, может угрожать национальной безопасности, спокойно живет в Бохуме. Проповедуют в мечети и получают от Германии щедрую социальную помощь. Более 1000 евро в месяц. Но депортацию мужчины постоянно отменяли суды из гуманных соображений. Дескать, на родине, в Тунисе, САМИА могут угрожать преследования и пытки. И вот, казалось, в этой истории наконец поставлена точка. Накануне немецкие чиновники сообщили, депортация стартовала и САМИА на чартерном самолете уже летит в Тунис. Но как только лайнер поднялся в воздух, суд города Гельзенкирхен снова спутал все карты. Судьи пришли к выводу, высылка нарушает немецкие законы и нормы международного права. И постановили, депортированного САМИА нужно немедленно вернуть в Германию за государственный счет. Решение о том, что депортация невозможна, было принято и озвучено в процессе высылки. Чиновники должны были остановить процесс, но не сделали этого. Поэтому теперь суд обязал ведомство по вопросам миграции беженцев вернуть депортированного назад. Вернуть САМИА, впрочем, теперь будет непросто. Тунис уже отказался отдавать его обратно. Местные силовики заявили, они подозревают САМИА в террористической деятельности. И теперь намерены провести собственное расследование без немецкой помощи. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Над Израилем нависла угроза сильнейшего землетрясения. Сейсмологи и спасатели бьют тревогу. Страна не готова к такому стихийному бедствию. Правительство принимает срочные меры и одновременно с этим признает, что время упущено. Все подробности мы узнаем от Сергея Оуслендера. Вдоль всего сирийско-африканского разлома идут непрерывные подземные толчки. Пока небольшой силы, но в городах Израильского севера они ощущаются довольно отчетливо. Это, как считают специалисты, предвестники более серьезных событий. В зоне вероятного поражения миллионы людей и несколько крупных городов, в том числе Хайфа, с многочисленными опасными производствами. Мы совместно с министром финансов и министром обороны готовим пакетную многолетнюю программу по решению проблемы землетрясений. Уже был сделан важный шаг с программой сейсмого укрепления, но, конечно же, существует потребность в дополнительных мерах. Это очень дорого стоит, необходимо распределить расходы на годы, но в ближайшие дни план будет представлен на рассмотрение правительства. Планы это, конечно, хорошо, но сейсмологи говорят, времени нет. Крупное землетрясение может случиться в любой момент, а страна не готова. Много лет, занимаясь укреплением армии и границ, в Израиле просто забыли об этой угрозе. Теперь природа напомнила о себе. Несколько десятков тысяч зданий не переживут. Подземный толчок силой больше шести баллов. Речь идет буквально о всех сооружениях, построенных до начала 80-х. Поэтому строились дешевые, быстрые проекты, которые не строились по сейсмическому стандарту, и которые строились из дешевых материалов. Это вторая проблема, которая просто имеет срок годности, скажем так. И это здания, которые рассчитаны, скажем, на 70-80 лет. И поэтому сегодня они находятся уже на завершении своей карьеры. И нельзя сказать, что ничего не делают. Служба тыла, это аналог МЧС, регулярно проводит учения. Спасатели обучены и имеют опыт работы в разных регионах мира. Введен в действие специальный проект укрепления домов на случай землетрясения. Старые здания стараются сносить и на их месте строить новые, уже по современным стандартам. Но времени катастрофически не хватает. Для полного завершения этих программ нужно как минимум 10 лет. По статистике, крупные землетрясения в этих районах происходят примерно один раз в 100 лет. Последнее было в 1927 году. Тогда были зафиксированы крупные разрушения. В Иерусалиме, Твери, Цфате и других городах были и человеческие жертвы. Когда будет следующее, никто предсказать не может. Таких технологий нет. Может быть завтра, а может быть через 15 лет. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. 23 килограмма янтаря изъяли таможенники в пункте пропуска Ужгород. В Словакию их пытался вывезти гражданин Украины. На границе он выбрал зеленую полосу, которая предназначена для проезда без декларации товаров. Но таможенники решили проверить машину. В передней панели, а также в сидениях водителя и пассажира был спрятан янтарь. На черном рынке килограмм этого камня стоит до 7 тысяч долларов. Водителю теперь грозит штраф в размере стоимости товара и автомобиля. Массовые столкновения тетушек с полицией и несколько десятков пострадавших. Подобные ЧП становятся привычными на столичных стройплощадках. Кто и с какой целью атакуют законные стройки в Киеве, разбирались наши корреспонденты. Строительная площадка на столичных Осокорках стала театром боевых действий между тетушками и полицией. Началось все с протеста местных жителей. Главная причина акции якобы незаконная стройка. Спустя несколько часов к мирному протесту присоединяются далеко не мирные активисты. Продалось? Все, потолю, все. Есть организации, которые втручаются. Главная причина подобного вмешательства якобы наведение порядка на незаконной стройке. Но по данным застройщика банка Аркада все работы законны. Необходимые разрешения получены, а компания строит не дом, а электроподстанцию для жилых массивов согласно генплану Киевской городминистрации. Да и способы, которые используют тетушки для остановки строительных работ далеки от законных. Больше всех обычно достается охране. Расскажи, дай комментарии людям. Согласно официальной информации, во время стычек пострадало 17 человек, в том числе один полицейский. Генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко уверяет, правоохранители ведут следствие. Одному из фигурантов дела избрали меру пресечения, а стройку жилого комплекса не раз обсуждали с местными жителями. Были постраждали особи, взагали там предъявленные педозры. Расследуется криминальное проваджение, предъявленные педозры. Одному из организаторов в этой пике будут еще предъявленные педозры. Криминальное справа будет судно проводить. Большое круглые столицы, спелкувания и в мэрии, и полиция, в том числе и с забудовниками, и с громадами проводят мазуты. Подобные случаи в столице уже стали традиционными. Это кадры из соседней стройки. Сценарий такой же. Мирная акция протеста местных жителей против сооружения АЗС переросла в массовые столкновения тетушек с полицией. Милиция у них были всех закрыты. Среди них было очень много подростков, годов лет 13-14 лет. То есть они собрались, массово принесли шины. Шины летели в полицию. Были здесь фаеры, петарды. Они побили стекла, выламывали заборы. Сначала на вызов приехала патрульная полиция. Но слушать правоохранителей тетушки не захотели. Забралось порядка 120-150 человек, которые радикально нарушены и пытаются совершить противоправные действия. До них вернулись с метою прекратить акции протеста и не порушивать гражданский спокон. Вымоги полицейских были проигнорованы. Чтобы утихомирить псевдоактивистов, полицейским пришлось применить силу. При попытке прекратить хулиганские действия, 7 полицейских отримали телесные ушкоджения разного уровня тяжкости. Первое завдание полиции – не наступить тяжких последствий, не наступить тяжких последствий, чтобы никто не постраждал. Когда такое происходит, полиция затримает людей, и фактически там, где было затримано, есть много постраждали полицейских. По той ситуации, там, в суде, но еще выроков нет. Безпосередньо по Ревудского 8, я так вы имею в виду, за правду. Выроков еще нет, ну, в суд будет остановлено, но это же не справа година или месяц. В полиции уверяют, судебные решения обязательно будут. Полиция ведет следствие. А подобные действия тетушек наведением порядка назвать трудно. И добавляют, в дальнейшем подобных случаев не допустят. На силу реагировать будут так же силой, но в рамках закона. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Охота на пенсионеров. В Хмельницкой области пожилая женщина оказалась на грани жизни и смерти. Почему работница социальной службы планомерно сводила в могилу свою подопечную, и почему вопрос о ее увольнении даже не поднимается? Подробности в материале. В реанимацию Ярмалинецкой райбольницы 67-летнюю Зиновию Пастернак в критическом состоянии привезла скорая. Женщина могла умереть в любой момент, говорят медики. Уровень белка в крови и давление были вдвое ниже гранично допустимой нормы. Пенсионерка уже никого не узнавала и не ориентировалась во времени. Односельчане заявляют, до такого состояния женщину довела работница социальной службы. Вместо продуктов носила пенсионерке спиртное, а когда у той отказали ноги, закрыла в доме на ключ. Носила ей такими маленькими хринками, когда продавали водочку. Так и договорила, что у нее уже алкоголь зависит. Принесу ей молоко, там что сварю есть, поставлю на окно. Я говорю, Наташа, а что такое у меня вот шибло? Она мне не давала даже в окно заглянуть, у нас закрыло все окно, где она лежала, газетой. И лампочку выкрутила, чтобы не было света. Люди написали жалобу в полицию и вызвали сына пенсионерки заработков. Приехав, мужчина обнаружил. В прошлом году мать оформила завещание. Все отдала соцработнице. Говорит, по телефону она ни разу не обмолвилась о таких планах. Не знаю, каким шляхом, какие у них были бачки. Я не знаю, под натиском, под любым предлогом. Я не знаю. Все документы находятся в соцпроцентниках. Староста села уверен, соцработница умышленно спаивала пенсионерку. Ведь ранее женщина спиртным не злоупотребляла, была хорошей хозяйкой. К тому же не бедствовала. За последний год, не считая пенсии, получила более 30 тысяч гривен за земельные паи. Видно, что она и споила, и та в стане алкогольного спинения не залишила своему сыну. Смойна ничего, а это ее обидала соцпроцентнику. Соцработник не отрицает, что приносила пенсионерке спиртное. Мол, та сама просила, а запирала в доме из благих побуждений. Через то, что она не ходит, там ходят всякие алкаши, прийдут, забьют бабу. Забудеть, забила, в принципе, мне не потребуется. Не просто аморальный поступок, а преступление. Так оценила действия соцработницы ее директор. Но об увольнении речь пока не идет. Я должна сделать расследование четко, согласно своего законодательства. Запад делает департамент, имеет право сделать управление. Что они будут по заявке, которая поступила, возможно, ее и освободят с работы. А вот полиция уже разбирается в ситуации. Данного факта порушена криминальная права за статьей 135 ККУ. Залишена небезопасно. И переводится подальше перевернуть. В ходе переверки, если что-то дальше заявлено, будут порушены статьи криминальной права. Правоохранители говорят, сроки расследования зависят в том числе и от состояния здоровья пенсионерки. Та сейчас не может давать показания. Пока же на ее имущество наложат арест. Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности, телеканал Интер. Смертельный ДТП в Харькове. Накануне вечером легковой автомобиль вылетел на тротуар и буквально снес коляску с пятимесячным ребенком. Малыш погиб. Машина после наезда врезалась в столб. Водитель задержан. Полиция, он рассказал, что не справился с управлением. Перестраивался из одного ряда в другой. Медэкспертиза показала, что мужчина был трезв. Завтра суд изберет ему меру пресечения. Детину было доставлено с тяжкими телесными ушкоджениями в лекарственный заклад. Однако, дитина померла и не удалось лекарям врятовать. Что касается женщины, то есть матерь дитины, она, на счастье, не пострадала. И трагедией закончилась погоня полицейских за водителем в Атутино. Это Черкасская область. Машину, которую они преследовали, насмерть сбила велосипедиста. Это произошло в минувшее воскресенье. Почему в официальных сводках об этой погоне до сих пор ни слова, выяснял Станислав Кухарчук. Дрожащими руками Николай собирает с асфальта фрагменты серебряной цепочки своего отца. Александр Шевчук работал слесарем в Атутино-Водоканале. Его семья остро нуждалась в деньгах. И поэтому мужчина в выходные приторговал вместе с матерью на рынке домашними овощами. В то злополучное утро он ехал на базар на велосипеде. Машина с евробляхами догнала его на полпути. В машине, которая сбила велосипедиста, находились мужчина и женщина. Кто из них управлял автомобилем, пока неизвестно. Авария произошла около пяти часов утра, поэтому очевидцев было немного. В течение часа после ДТП полицейские освидетельствовали пару и увезли в отделение. Со слов местных жителей, и водитель, и пассажир были изрядно выпившими. Возможного водителя иномарки Виталия Билыка задержали сразу. Наталья – та самая пассажирка автомобиля. Того, что ее сожитель сел за руль пьяным, женщина не отрицает. Уверяет, даже пыталась его отговорить, но потом уснула на пассажирском сидении. Очнулась от громкого удара. Это я уже узнала в полиции, потому что я спала. Я не знаю. Я просто заснула. И машина ехала по выклику. И увидела, что машина неправильно еет. По правилам, полицейские во время преследования обязаны включить сирену и проблесковые маячки, чтобы обезопасить окружающих. Были ли они, Наталья не помнит. Крепко спала. В официальных сводках полиции за этот день о погоне и вовсе промолчали. От комментариев по этому поводу руководство звенигородского отделения полиции тоже отказалось. Я не хочу распространять на данную часть эту информацию. Это, я считаю, на данном этапе есть тайница судового расследования. Водителю полиция выдвинула подозрение в совершении ДТП со смертельным исходом. Своей вины он не отрицал. Но во время избрания меры пресечения мужчина заявил, за рулем был не он, а сожительница. Подробности будут следить за развитием ситуации и ходом следствия. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Бабочка-убийца. Насекомые не щадят урожай горной черники в Закарпатье. Уничтожены уже сотни гектаров. Чем это грозит местным жителям и можно ли спасти урожай? Разбирались наши корреспонденты. Это Боржавские полонины. Здесь находятся самые большие плантации черники в Закарпатской области. На сбор урожая сюда приходят тысячи человек. И мал, и стар. Местные называют ягоду яфиной. В этом году склоны гор словно покрылись ржавыми пятнами. Больше половины кустов черники уничтожили насекомые, сетует Владимир Васильевич. Для местных это большая проблема, ведь часто сбор ягод – единственная возможность хоть как-то подзаработать. Яна пришла собирать ягоды вместе с сыном. Чтобы собрать вот эти ягоды, Руслану пришлось потратить полдня и прочесать несколько километров кустов. А вот и она, виновница не урожая черники – серая бабочка. Еще будучи гусеницей, она объедала кусты, а теперь, повзрослев, летает здесь целыми облаками. Это металлик, металлик из родины Пьедуньев. Методы регуляции чисельности и с этим видом в дикой природе еще не разработаны. Выкористовывая химические препараты против этого вида, мы уничтожим все живое. В этом году урожай черники уже не спасти, сокрушаются ученые. Но в следующем популяцию бабочек должна отрегулировать сама природа. Там, где много насекомых-вредителей, появляется больше тех, кто питается ими. Африка все больше притягивает украинских бизнесменов. Наши предприниматели успешно зарабатывают в Кении, Анголе, Батсване. Какие сферы их привлекают, узнаем от Геннадия Вивденко. Будний день в столице одной из африканских стран. Но зал уже заполнен на треть. Блокбастер в формате 3D. Целую сеть таких кинотеатров в восточной африканской стране построили украинские бизнесмены. Вот так выглядят украинские инвестиции в восточную Африку. Это суперсовременный кинотеатр IMAX в Найроби, Кения. Самое важное из искусства тут демонстрирует кенийцам украинский бизнес. Менеджер Зои индо-кинийского происхождения говорит, это просто открытие для местного рынка. Сфера развлечений сейчас очень популярна в Кении, особенно в Найроби. Развивается очень быстрыми темпами. Все больше людей желает получить новый опыт в новом для них виде отдыха. Самыми востребованными в Африке остаются наши специалисты в области авиации и медицины. Сетуют только об одном. Южнее на несколько тысяч километров преуспевающая Бацвана. Эта страна благодарна Украине за участие еще в составе СССР в становлении своей независимости. Мы много заработали на экспорте алмазов и других природных ресурсов. Нам нужны инвестиции для общего развития, чтобы обустроить страну. Мы рады приветствовать инвесторов. Вот, например, элементарный сайт нужно разработать для банка. Наиболее активный инвестор здесь Китай. За несколько лет Поднебесная вложила в экономику африканских стран уже сотни миллиардов долларов. По оценкам компании Эрсон Янг, только в 2016-м инвестиции Китая составили 36 миллиардов. Это была неразвитая страна, но сюда приехали представители многих наших компаний. Мы создаем здесь инфраструктуру. Много китайцев приехали сюда и получили шанс. Это соседняя Ангола. В городе Минонге еще видны следы гражданской войны. Китайские компании, впрочем, уже успели построить здесь железнодорожный вокзал и жилые районы. Китайцы обедают после рабочего дня. Павел Костецкий, в недавнем прошлом, украинский временный поверенный в делах Украины в Анголе, без устали зазывал сюда украинские компании. Тут Украину помятают. Помятают, что Украина, как Украина помогала Анголе. Просто необходимо больше активнее, чтобы использовать конкурентную перевагу и не бояться работать с местными владельцами и предпринимателями. Гроши у Анголы есть. Впервые за много лет на Черный континент прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Украины. Мы обсудили много-много вопросов, в частности, о приходе украинских фармацевтических компаний сюда, в Кению. Мы хотим сделать Кению воротами для Украины в этот регион, в Восточную Африку. Пока украинский экспорт в страны Африки не дотягивает до 4 миллиардов долларов. Неофициально известно об украинских разработках, ископаемых в Конго, машиностроении в Алжире. Наши инвесторы работают здесь, без поддержки государства. Геннадий Вивденко, Вячеслав Фролов, Евгений Каминский, Сергей Салма. Из Кении, Босваны, Анголы. Подробности телеканал Интер. Прощание с историей. На знаменитом космодроме, на мысе Канаверал, взорвали пусковые башни, с которых больше чем полстолетия отправлялись в небо самые известные космические миссии. С чем теперь осталась Америка и сможет ли снова стать лидером, разбирался Дмитрий Анопченко. Происходящее кажется нереальным. Башни пусковых площадок стартового комплекса на мысе Канаверал заминировали и по команде взорвали. Они были частью американской истории космических побед. Именно отсюда, начиная еще с 1957-го, запустили 325 ракет, в том числе знаменитые марсоходы «Спирит» и «Оппортьюнити». Но в последние годы стартовой площадкой почти не пользовались, вот башни решили снести. И не потому, что они технически устарели, могли бы еще служить и служить, а просто чтобы место освободить. Здесь, в квартире НАСА, у многих болезненно сжалось сердце, ведь под нож пускают все то, чем они так гордились. Шаттлы теперь отправили в музей, билеты в космос у России покупают, а теперь еще и инфраструктуру на металлолом. Участки на космодроме сейчас сдают в аренду. К примеру, место, где взорвали стартовые башни, забрала частная компания «Мунэкспресс», которая надеется когда-нибудь добывать на Луне полезные ископаемые. И ей все это космическое наследство абсолютно не нужно. Для них это не ценность. При Обаме штаты выбрали новый путь, который в итоге оказался тупиковым. Дескать, запускать ракеты за государственный счет дорого, ведь только один старт шаттла в космос, если суммировать все расходы, в миллиард долларов обходился. А бизнес, мол, все сделает дешевле и эффективнее. Но подчинившись приказу сверху и свернув космическую программу, штаты по сути остались ни с чем. Старое поколение специалистов отправили на пенсию, новое не вырастили, а частники действуют далеко не так быстро, как хотелось бы. Надежду дал, как ни странно, Дональд Трамп. Во внешней политике он пытается полностью перечеркнуть все то, что сделал Обама. И в отношении космоса на этом желании противоречить, поступить с точностью, да наоборот, тоже решили сыграть. Приказ предшественника свернуть лунную программу. Планы высадки на спутник Земли и строительство Тамбазы при Трампе признали ошибкой. Деньги опять выделяются, но при этом очень многое придется начать с нуля. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова